всем привет меня зовут максим яшин и это новый выпуск географии удачи сегодня мы познакомимся с семьей брянцевых из петрозаводска которые прилетели к нам в гости в москву 1 января 2021 года они выиграли миллион рублей в новогоднем миллиарде настало время узнать их историю выигрыша привет ребята давайте знакомиться я максим алексей это яся яна и вероника приветики привет вы же из карелии алексей да как добрались как доехали хорошо доехали хорошо добрались москва нас радует теплой погодой и малоснежностью для вас это теплая дать намного теплее а что уже успели посмотреть какие планы вообще сходили уже москвариум посмотрели на рыбок различных и дальнейших планов пока еще нет но у вас еще кучу мест куда можно сходить на самом деле обязательно что-нибудь да я уверен что вы найдете время на новогоднюю москву а сейчас я предлагаю согреться пойти попить горячий чай и поболтать да пойдемте 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 алексей яна ясно очень рад возможности познакомиться с лотерейными миллионерами и я думаю что всем зрителям как и мне на самом деле очень сильно интересно узнать о вас побольше расскажите чем вы занимаетесь я работаю барбером уже 15 лет чуть больше даже наверное то есть ничего такого более я на вы у нас карелия это регион где очень много обрабатывают камень собственно говоря я работаю в компании которая продает инструмент ясно вы учитесь правильно хожу в обычную школу понятно какой любим предмет у вас любимый предмет наверное литература скажите а кто из вас был тем человеком который купил тот самый победный билет новогоднего миллиарда я как это было расскажите а ну перед новым годом я поехал в детский мир купить какие-то подарки детям какие-то необходимые вещи повседневные и стоял в очереди и как-то так ни с того ни с сего упал мне взгляд на эти билеты думаю почему нет и взял 10 штучек у вас какое-то было предварительно предчувствие может вам вещи сон приснился надо взять билет или да нет просто попалась в глаза а вот выбор как происходил как-то подбирали нужные числа или просто взяли какой-то случайный билет там девушка так их веером раскинула так ну как карты вытянулся по моему так вы взяли один билет тогда 10 в 10 чтобы взяли 10 а это вообще первый опыт был покупки билетов новогоднего миллиарда или вы до этого играли до этого никогда не первый раз вообще никогда никакие лотереи ну может там какое-то там не знаю застольное лото там было но такого прям мне на самом деле очень интересна эта история как это все происходит вы взяли 10 билетов выигрышный оказался только один или другие девять тоже что-то вот как первые два точно были выигрышными еще остальные я уже не помню я видел там 100 рублей 100 рублей миллион и дальше дальше как в тумане и дальше уже не интересно что это достаточно все нормально ясно интересно вот у вас спросить когда родители рассказали что они выиграли в лотерею вы сразу поверили или как-то попозже нет я относилась к этому скептически тоже потому что ну неправда просто пошутили как такого быть не может да это не стоит не по-настоящему через сколько вы поверили что это правда после того как связался с москвой мне сказали да действительно мы вас ждем приезжать да уже до более-менее стало ясно и тут же был купил билет и поехал в москву понятно это было где-то через недельку я так понимаю после две недели две недели как раз чуть-чуть пришли в себя отдохнули дождались слава 15 вот это так понятно расскажите а вас в семье кто-нибудь играет в лотерею бабушки дедушки родители мама у нее вообще скептически относятся к этому и считаю что это какой-то лохотрон даже когда я уже получил эти деньги то есть она мне кажется она сомневалась в этом то есть что это правда бабушки дедушки честно я даже не знаю я на тебя нет я понял у вас себе которая разрушает скептиз я так понимаю вот пожалуйста все у вас сейчас мама поверила да я думаю нет до сих пор понятно расскажите а вы 1 января смотрели розыгрыш новогоднего миллиарда не не смотрели вы планируете теперь в этом году посмотреть нет вам интереснее так узнавать информацию ну то пусть это будет какое-то ожидание новогоднего чуда знаете что хочется сказать хочется чтобы это новогоднее чудо вам приблизилась поближе и чтобы шансов на это чудо и на победу в новогоднем миллиарде стало больше хочу вместе с командой 100 лото подарить вам вот этот конверт в котором 5 лотерейных билетов на новогодний миллиард русского лото это вам спасибо я понял значит теперь мы ввели в вашу семью новую традицию играть в лотерею на новый год скажите пожалуйста какие у вас честь новогодние традиции может быть вы наряжаете елку покупаете подарки готовите какой-то определенный салатик может ну ёлка и подарки то естественно обязательно то то есть это хорошая великая традиция никуда нельзя я считаю для семьи это важно для внутреннего покоя ну и салаты стандартные оливье оливье ну оливье обязательно ясно скажите а для вас без чего не может обойтись вообще новый год так как у нас сегодня предновогодний выпуск я предлагаю приподнять там немного новогоднего настроения и пойти вместе на мастер-класс по созданию елочных игрушек что скажете здорово пойдемте сегодня у нас генеральная репетиция по созданию новогодней атмосферы поэтому мы пригласили нашего супермастера марию которая научит нас делать красиво мария расскажите пожалуйста что мы будем делать из чего и как сегодня покажу очень простой способ украсть елку доступен и взрослым и детям понадобится нам бумага но я принесла очень много всякого разного декора да будем делать конечно же рождественских ангелочков можно сделать разного цвета украсить разные блестками ленточками вот из этого всего я правильно да это оригами да это оригами на что-то между оригами и бумага пластикой когда нибудь настанет день когда вы будем на мастер-классе делать кулички из песка вот тогда я блесну талантом а сегодня сразу хочу предупредить у меня так себе вот с этими вот принадлежностями но я попробую из них что-то сделать алексей вы когда ничего не делали из бумаги нет итак представляем себе ангелочка у него есть юбочка и есть крылышки да то есть нам сейчас нужно определиться какого цвета что будет есть простая белая бумага а есть много всякой разной дизайнерской да то есть можно тут пофантазировать сделать не просто белого ангелочка да а какого-то красивого интересного я наверное я наверное белого я человек простой дайте мне золотистую вот это я понимаю вот этот настрой золотой ангел вообще мне очень нравится канун нового года и все эти праздничные праздничные дни потому что они собирают всю семью вместе вот прям как на русское лото когда люди собираются покупают елку делают украшения смотрят новогодний розыгрыш алексей она расскажите а вы когда узнали про выигрыш вы кому первому рассказали как вообще отреагировали знакомые люди друзья проще сказать кому нас наш папа не рассказал я сразу же скинул смс к знакомому в краснодар и он написал что я очень везучий человек еще бы я согласен с вашим знакомого краснодара на сто процентов почему почему выбор палыми на него просто первый рандомный телефон да нет хорошо товарищи хорошо общаемся так надо сразу с ним было поделиться понятно а вы помните в этот момент когда вам пришла смс заветная вообще смс к не приходила нам а как узнать как-то это 1 января мы были на даче уже вышли с бани уже поужинали уже такого как бы делать особо нечего и я вспомнил что что-то забыл забыл что есть у меня билеты потому что я их покупал вообще первый раз никогда этого не играл и записи с забыл и про розыгрыш и про билеты и про все одну вечером уже когда отдыхали я залез посмотрел увидел сначала увидел сумму 100 рублей потом еще 100 рублей потом сумму миллион это какого ну естественно это что это не может быть вам показалось что это обман ну я подумал что это как бы может быть все что угодно но только не это естественно я обновил еще раз сумма осталась еще раз обновил сумма осталась подошел яна мы походу выиграли миллион ну он тоже как так я подумала он пошутил что это новогодний розыгрыш в итоге мы дня три наверное ходили и постоянно смотрели и проверяли не исчезла ли ну в итоге сказалось правда да действительно выиграли класс а вы помните как вы забирали сумму вам пришлось приехать сюда в центр или как-то это удалено было ну да оказалось что такие суммы оформлять именно в центре и я не помню какого числа точно там числа пятнадцатого наверно поехал в москву все оформил и осталось только ждать ян алексей а расскажите вот этот момент ожидания вы уже тогда думали на что потратите выигрыш были какие-то планы да у нас уже созрел план так расскажите мы купили земельный участок и планируем строить дом и сейчас началось строительство да уже в том году и начали и строили мы все прошлое лето и и все а какие-то еще варианты были ли вы сразу как-то семейным советом договорили что земельный участок это и точно или кто-то настоял вот нужно семейный участок а я например хочу платье было такое ну вариантов было много мы подумали сначала что наверно надо просто съездить в отпуск спустить все на отдых но вроде как придумали решили что все-таки дом это дом отпуск съездим потом как-нибудь да можете пожалуйста алексей чуть-чуть подробнее рассказать про оформление выигрыша вот вы съездили в москву приехали значит лотерейный центр что дальше я взял талончик и потолок по талончику зашел в кабинет не оформляют выигрыши там я отдал квитанцию все быстренько оформили взяли мои данные все но заранее меня предупредили какие там бумажки с собой привести надо документы ну естественно я приехал уже подготовлены то есть меня все заняло не больше там часа наверное быстрее а после этого вы уже вернулись домой просто ожидали да просто ждал уже сколько ждали полгода ну такое интересное ожидание вы помните момент когда вам пришла это заветная смс-ка вот в одного счет зачислил что вы делали в этот момент я был на даче у вас дача очень счастливое место и вам так скажу ну можно и так сказать да именно и ну это дача дача моего тестя и мы были у него по сути в гостях и было жаркое лето как раз ну что для карелии очень так редко поэтому мы проводили максимально времени за городом а дело в том что у нас ну как бы в этом ну можно сказать вот практически близкие события были то есть у нас родилась младшая дочь и как бы все внимание было на нее прошло слишком еще мало времени вот и тут вдруг попах такой еще новогодний подарок миллион вот и просто там не знаю как не сойти с ума от радости у вас получается такое 20 конец 20 начала 20 года вообще наполненные события очень 20 у нас был прям шикарный год 21 год чуть-чуть конечно хроману ну наверстаем 20 скажите да вот эти интересно вас как-то изменилась жизнь вот просто видишь она стала другой нет все так же ну просто с домом изменилась ну да во первых домом добавилось хлопот потому что его нужно достраивать теперь так что нужно еще выигрыш нужно у нас скоро новогодний миллиард еще один розыгрыш мария спасибо вам большое за то что помогли за то что научили вот таком новому искусству я думаю многие наши зрители тоже попробуют дома сделал такого дочка видите если на самом деле уважаемые зрители у меня получается значит у вас точно получится поэтому пробуйте украшайте елку делайте все вместе семьей играйте при этом брусское лото и классно все у вас будет мария спасибо вам большое спасибо что пригласили с наступающим новым годом с новым годом ура может быть вы поделитесь с нашими зрителями каким-то рецептом вашей удачи вот что нужно сделать чтобы тоже стать победителем лотереи нет у нас никакого рецепта он просто случайно так совпало что купили билеты первый раз и сразу выиграли тут мне кажется чисто дело удачи каких-то там супер выборов там или шаманских танцев мы не делали нет скорее наверное просто надо купить и забыть до розыгрыша не вспоминать о них может быть тогда удача вспомнить сама о вас я смеюсь что добавить это была география удачи с победителями из петрозаводска всем нашим зрителям я желаю удачи и победы в новогоднем розыгрыше в новогоднем миллиарде всех с наступающим